Виноградинку тебе в ротик Уехал на второй день На второй день Это класс, потому что это дешево И все равно ты получаешь полное удовольствие Всем привет, друзья! Вы на канале Типа Топ Меня зовут Дима И сегодня мы смотрим новый видосик от Ван Ту Короче говоря, я стал королем Так что перед началом не забудь подписаться на мой канал Если ты вдруг не подписан, забегай в мой телеграм Там всегда новости Когда следующая реакция, стрим, летсплей и многое-многое другое И погнали вместе смотреть Это был день, который я запомню на всю жизнь Я сидел в турагентстве под названием Пюре И выбирал страну для путешествия А на туре же Пюре написано Не, ну это какое-то такое типа название То ли сленговое, то ли пафосное Что-то типа, я не знаю Но это, я уже где-то слышал такую историю Гугл-переводчик выдал, что это типа чистый Так что Пюре Сколько отличных вариантов Франция, Греция и Иркутск Все это было интересно, но тут агент предложил небольшое восточное государство Под названием Олегрония Впервые слышу о таком Гугл тоже написал, что впервые слышат о таком Ну ладно, я так давно не отдыхал, что уже готов отправиться куда угодно Туроператор сказал, что это горящий тур Но если я успею потушить путевку, то смогу улететь уже сегодня Так, все равно, знаете, меня не отпускает тот момент, что мы не знаем, что такое Олегрония Это вот кракожия Что там еще есть? В Марвеле где-то была какая-то страна, я все забываю, они там разворот устроили Тоже что-то типа такого было, поняли? Страны, в которые никто еще не летал, лучше не суваться Вообще, без варика, не важно, горячий тур, не горячий Даже если его бесплатно предложат, тем более, если его предложат бесплатно Денег у меня немного не хватало, поэтому я позвонил своей бабушке и попросил скинуть денег мне на билет Услышал, что на том конце телефона начались споры Бабушка говорила, что я должен непременно лететь из аэропорта Внуково А дедушка уверял, что лучший выбор от Адамодедова По итогу бабушка сказала, оставь его В смысле, кого оставить? А, аэропорт, оставь его, все понял Проверил время вылета Я сказал, что вылет меньше, чем через час Скорее поехал на такси за вещами Ну это очень горячий тур Вот у меня когда-то была, кстати, идея взять вот тот самый горячий тур Желательно, чтобы вылет был сегодня Но не как бы через 5-6 часов до вылета, понимаете? Потому что ты фактически ничего не успеешь Наши вещи собрать, сообразить вообще, что происходит Ну где-то так, чтобы типа ты в часов 11 там типа первой половины дня пошел, оформил тур А где-то в часов 8-9 вечера туда махнул Вот это класс, потому что это дешево И все равно ты получаешь полное удовольствие Будет время, я думаю, обязательно что-то такое попробую Ну а если у вас был такой опыт, обязательно напишите в комментариях Потом на поезде в аэропорт Затем на карете На лыжах с горы Летел на самолете И в завершении на верблюде через пустыню Спустя сутки я наконец был в прекрасной стране Алигрония Я зашел в свой номер в двухсторе звездочном отеле Посмотрел на фото номера, а затем на сам номер Да как же тут роскошно Немного влюбовался видом за окном Не, все равно это считается какая-то типа даже изысканная типа архитектура Если можно назвать то, что находится внутри архитектуры Но он затем стал составлять план посещения местных достопримечательностей Как раз персонал отеля дал мне несколько буклетиков Сперва я посещу Бурдж Абльдухлифу Это самое низкое здание в мире Затем Каш Ибн Пирамида Ну и в конце Аль Эйфель Башенс Высокий скак во Фраце А это местный валик с бабом Завтра же откажешься изучение всей этой красотищи Ну а пока на боковую Тихо, ты бы так не засыпал Открыв глаза я понял, что рядом со мной находятся какие-то люди Это ж... Чувак с ножичком, поняли? Что еще такое? Здесь был какой-то грозный мужчина А рядом с ним менее грозный мужчина А еще рядом с ними вообще не грозный мужчина Тут первый начал что-то говорить на арабском Я сказал, что ничего не понимаю Второй стал переводить первого Но понятнее не становилось Тут подключился третий и стал переводить второго Они стали рассказывать, что их королю прекрасная Легрония Падиш Альхубараку Сегодня вечером стало плохо И он лег в больницу на неделю с температурой 36,7 Ох, очень соболезную его... 36,7? Женщина только во время родов Может понять ту боль, которую ощущает мужчина При температуре 36,7 Ха-ха-ха-ха ...состоянии Самый не грозный перевел мои слова второму по грозности А тот уже первому Самый грозный продолжил говорить, что враги их страны не дремлют И если узнать, что их король Падиш Альхубарак болен То непременно сделают какую-нибудь пакость Так уж совпало, что я единственный в стране, кто очень похож на их короля Я буду временно исполняющим обязанности короля Легронии Просто офигеть Перечить этим грозным людям очень не хотелось Да и к тому же было капец как интересно Спустя полчаса меня одели как короля и даже наклеили бороду Они сказали, что будут постоянно следить за мной Если я только что-то сделаю не так, меня раскромсают на лоскуты И затем сделают из этого лоскутное одеяло и раскромсают его еще раз Вот и съездил отдохнуть, называется Не, подожди, так ты же не знаешь, что такое быть королем Может быть королем это как раз невероятный отдых Наложницы, там виноградинку тебе в ротик И вообще может быть аллегрония, да, или как там ее правильно Она добывает нефть Так будь добр себе там отправить что-то там к себе там туда на родину Что-то может там пару пачек Следующий день я уже сидел на кресле в своем королевском зале Выглядело все интересно и необычно Так, а что же мне собственно будет надо делать? Тут же пришел мой помощник и сообщил, что будет необходимо совершить множество всяких важных государственных дел Блин, походу придется много работать С 10 до 12 утра поехать на своем 40-метровом лимузине по столице Олегронии и махать в окошко жителям С 12.00 до 12.01 дать благословение на строительство нового 67-го королевского дворца И с 12.01 до 23.00 любоваться своими несметными богатствами А, кажется я все понял День пролетел очень быстро и пришла пора спать в своем королевском ложе Но сперва мой телохранитель должен проверить безопасность кровати Он начал кататься по постели, прыгать на ней, тыкать саблей в подушке С чего сказал, что все в порядке и можно ложиться спать? Просто я смотрю на это, какая ерунда Но верю тому, что расписание у короли примерно такое, как было озвучено В наше время они просто как достопримечательность, только живая Я улегся на кровати, но на улице плюс 47 было немного душновато Я включил кондиционер Стало лучше, но воздух был сухой Включил увлажнитель воздуха Как-то лучше На следующее утро мне в постель принесли роскошнейший завтрак А шо это справа такое лежит? Видишь справа, в самом правом Какая-то апельсинка длинная Бургер, виноградик, манго, арбузик маленький Какие-то стрелки Оно как будто какое-то несоразмерное, шо такое? Причем манго тут с этими, с корешками этого, ананаса Я быстренько перекусил и стал прихорашиваться Подошел к гардеробу и стал выбирать королевский прикид Далее надо выбрать корону Это корона со встроенной мигалкой, когда я спешу Это для повседневной жизни со спутниковой тарелкой для связи Это с портативным подогревом, если станет холодно А это самая дорогая корона в мире из самых редких металлов Я выбрал последнюю и отправился на свое рабочее место На самом деле я уже немного стал привыкать к такой жизни И как я буду возвращаться к своей бедной, непонятно Но тут мне сообщили, что мы готовимся принять короля из соседней страны Баллади И с которой у Алигронии всегда был конфликт Так, мне нельзя допускать ошибок, иначе будет худо В зал зашел король Кхантия четвертый Я пригласил его присесть за столик Через переводчика он спросил, как мои дела Я через переводчика ответил, все норм, ты как? Спустя полчаса мы уже весело и непринужденно общались Он сказал, что я очень крутой человек И он не понимает, почему мы раньше не ладили Я... Вон, вон, красава Машину, нибудь, ему подарил Я показывал ему свои золотые автомобили А, жалко Когда мы пили чай с финиками, король Кхантия четвертый рассказал, как вчера купил себе новый личный самолет за 450 миллионов Я пошутил, что это просто деньги на ветер Он сильно засмеялся Да так, что подавился финикам, начал отдыхаться и вскоре потерял сознание Тихо, откачай, ты шо, сейчас войну заведешь? Уехал на второй день, на второй день А так все шло классно Начал пытаться нащупать пульс на шее Но мешала его толстенная золотая цепь Попробовал прощупать пульс на руке, но его роликсы с бриллиантами не давали этого сделать Попробовал на другой руке Та же история На ноге тоже были роликсы, но тут король резко пришел в седа и очень разозлился Сказал, что я пытался его угробить Да это же неправда Но Кхантия четвертый и слушать не хотел и сказал, что мы будем враждовать еще очень долго Затем допил чай, попросил еще фиников и уже собирался к себе домой Но его помощник сообщил, что его самолет поломался и он не сможет вылететь Действительно Это только он купил Спросил, куда он летит дальше Он нехотя сказал, что к своим друзьям, шейхам в Арабские Эмираты Я сказал ему, купи билет Он спросил, где купить Но я же сказал Ааа, тихо, тихо Ох, на граболях Просто еще чуть-чуть, вы поняли? Вы знаете, для меня это как отдельная игра, ей богу Каждый раз вот этот моментик Так, проматываем, идем дальше Король Кхантия четвертый попросил скачать ему в полет мультфильм Король Лев И поблагодарил меня за помощь Я сказал, что отправлю свой кортеж, чтобы его доставили в аэропорт без пробок И вот уже третьи сутки, как я являюсь королем Уже стало немного скучно Все эти золотые айфоны, куча роскошной еды И настоящая Лана Дель Рей, поющая только для меня, уже надоели Я попросил помощника как-нибудь развлечь меня Сначала мы играли в шахматы Но я всегда выигрывал, ведь у меня на доске были лишь короли Затем играли в карты Но тут была такая же проблема, вся моя колода состояла только из королей Даже наобед А если у него тузик будет? А тить по тузу будут короля У меня всегда были необычные, исключительно королевские креветки Как-то слишком неприкольно И тут я понял, что прямо сейчас могу издать целую кучу прикольных указов, которые все будут беспрекословно исполнять Для начала я заявил, что каждый в стране обязан носить бороду Спустя пару часов запустил телевизор А женщины? Вот это полный угар Далее я обязал всех всегда смеяться при разговоре Снова включил телек Ну это уже было просто супер смешно И вдогонку я повелел отныне не использовать в речи согласные буквы Ладно, тут я уже может чуть-чуть переборщил Ну да Я тоже ворвался помощник и сообщил, что в стране поднялся бунт Я спросил, какие их требования Они требуют уяя Блин, как-то непонятно теперь стало Да Кажется, не понравились мои новые указы Пока охрана убежала ко входу в замок успокаивать народ Я решил спрятаться в какой-нибудь из многочисленных комнат И вот нашел какую-то подходящую Но тут же офигел Здесь был сам король Падиш Альхубарак Он стал что-то говорить Я ничего не понял и открыл переводчик Спросил короля, что он тут делает Король что-то ответил в мой телефон Да ты может на двери смотри Там может типа не текстом будет, а значком изображено, что тут происходит А у братика уже недельку как бы не сварение Чики не тот язык выбрал Я прячусь здесь от всех На самом деле я не болел Просто я понял, что не могу достойно править Оказалось, что король Падиш Альхубарак Вступил на трон меньше года назад после своего отца Но так и не смог стать хорошим королем, как он Поэтому впал в депрессию и решил провести остаток своих дней в одиночестве Капец В соседней комнате Кажется, я смогу ему помочь Он с недоверием посмотрел на меня Я запустил на ютубе видео урок Как стать настоящим королем за 15 минут для чайников Всем привет, дорогие друзья Блин, я только хотел сказать о том, что это должен быть типа Всем привет, меня зовут Ёжик333228 С вами демон и андроид Падиш Альхубарак, посмотрев видео, сильно воодушевился Затем сказал, что теперь он точно знает, что и как будет делать Неделю спустя На трон наконец вернулся наш настоящий любимый король Падиш Альхубарак Оказалось, что все это время страной управлял его двойник Бунт был полностью окончен, ведь король отменил все дурацкие законы, принятые ранее И теперь Алигрония стала одной из самых посещаемых туристических стран Где каждый может примерить на себя роль короля страны Короче говоря, я стал королем Такая дуристика Просто дуристика одни условия Но забавная, очень потешная и смешная Если вам понравилось смотреть со мной это видео, обязательно тыкните лайк Не забудьте подписаться на мой канал, если вы вдруг не подписаны Забегайте в мой телеграм, инстаграм, а также на игровой канал А с вами был Дима Типато Пока